Всем привет! Сегодня мы находимся на стадионе Урожай, где проходят областные игры по футболу среди сборной команд Кошкинского района и сборной команды Пестравского района. Будет борьба жаркая, так как Пестравка у нас очень сильная команда. Слева от меня у нас сидят главные болельщики нашего турнира. Ты у нас пришла поболеть за Кошкинскую команду. Какой у тебя настрой? Я думаю, наши покрутят. Я вообще у них уверена. Молодец! С таким настройом, я думаю, все наши болельщики сидят на трибунах. Перед нами Александр Романов, главный тренер нашей сборной команды Кошкинского района. Александр, скажите про подготовку нашей команды. Ну, подготовка у нас была ценно-направленная с начала сезона. То есть сейчас важный матч, где мы должны победить аутсайдера. Ну, что есть, переложим все усилия. Весить с основным составом мы сегодня здесь. Здоров. Ну, пожелаем удачи нашему. Конечно, мы желаем всем удачи огромной. Здравствуйте, уважаемые болельщики футбола. Сегодня на стадионе Рожаев проходит очередной тур чемпионат области по футболу. Команда Кошкинского района на своем поле принимает гостей из Истрав. Итак, состав команды хозяев Кошкинского района. Номер один Журавлев Алексей. Номер 18 Смешников Михаил. Номер 13 Иглаев Леонид. Номер 5 Маркинов Сергей. Номер 21 Орлов Павел. Номер 17 Садик Юрий. Номер 9 Семенов Павел. Номер 7 Сашин Александр. Номер 11 Смешников Виктор. Номер 4 Карташов Глеб. И номер 15 Саполох Александр. Итак, дан свисток начала матча. Обе команды решили не отфизоваться в обороне. И взяли под хороший темп с начала матча. Итак, отрубят гости. Мяч перехвачен в центр поле. Мяч теперь у хозяев команды Кошкинского района. Нарушение. Иглаев Леонид свалил игроку команды гостей. И команда гостей получает шанс на опасный штрафной. Судья просит установить мяч на нужную точку. Удар будет производиться по свистку. Отчитываться от положенных 9 метров. Итак, судья дает свисток. Разбег, удар. Рикошет. И вратарь Кошкинский. Ворота получили. В хорошем броске отражает мяч, приведя и луну угловой. Итак, номер 17. Игрок команды гостей. Готовится к пробитию углового удара. Итак. Разбег, подача. Опасный момент. Мяч в мастерстве штрафной. Удар. И мяч в воротах. Счет. Каналит 1-0. Пользует гостей. И так. Мяч в мяч в мяч в мяч. И в мяч в мяч. И в мяч в мяч. И в мяч. Не то, что фроноочек. Но и даже выйдет вперед. И выиграет эту игру. Итак. В нашей команде производят замены. Место Семена упало в номер 9. На поле появляется Григорьев Алексей. Номер 12. Представляю всех поселений. Скоро Макс Синкина. И так. Произведена замена. Дан свисток о продолжении игры. Мяч вводится с боковой линии. Борьба на фланге. Мяч у нашей команды. Передача вперед. Мяч оказывается у Саши Александра номер 7. Кто смещается в центр. Отдает передачу. Орловый паул номер 21. Удар к воротам. И мяч касаясь перекладины. И ходит за вороты. И так. Второй тайм. Опасные контратаки. Мяч от Саши Александра. Передача в центр. Удар. Гол. И садик Кьюри номер 17. Сравнивает счет. Счет становится 1-1. Мяч у Смешки подуховило. Ой-ой-ой. Опасный момент. Удар по ногам. Наши дробь получает травму. Он лежит на газоне, пока не встает. Судья назначает штрафной удар. Игрок команды гостей, номер 25, получает за это предпреждение золотую карточку. К мячу подходит Орлов Павел, номер 21. Готовый спробить штрафной удар. Удар. И так дал свисток. Разбег. Удар. И мяч уходит за ворот. Итак, после нарушения в штрафной площади, в площади команды гостей, был сбит наш игрок, и судья нам начал 11-метровый удар. К мячу подошел номер 10, Лендуков Александр, представляющий распределение Старая Максимкина. Итак, судья дает свисток, удар, гол, мяч в воротах. Итак, подается угловой удар, мяч вбегает из зоны гостей, наш команда подхватывает мяч, удар по воротам, и мяч попадается в перекладину. А так, поэтому кончается мяч, опять же, наш игроков перебежит в центр, удар и мяч в воротах, значит, Александр забил очередной гол. Итак, очередная опасно, как и нашей команды, опасный момент, удар и мяч в воротах, гол забил, Лендуков Александр. Звучит снимал на свисток, игроки команды обменяются рукопожачьими. Итак, общий счет игры 4-1 в пользу Кошкинской команды. Следующая домашняя игра наша команда проведет 13 сентября с командой из Большой Глушевцы и 27 сентября с командой Большой Черниговки. До свидания, друзья, до скорых встреч. Выиграли команда 4-1. Перед нами главный тренер команды Романов Александр. Александр, какая была игра? Игра была нервная. Во-первых, сначала мы не смогли забить, пропустили первыми. В конце первого тайма мы сравняли. Во втором тайме имели большое преимущество. В конце не забили пенальти. Потом, в конце, за 8 минут мы, благодаря дублю Сашина Александра и Лендукова Александра, мы вывели победу 4-1. Ну и первый гол нас забил в садик в феврале. Всем спасибо за поддержку болельщиков, зрителям и телевидению. Большое спасибо. Мы снова будем приходить на наши матчи, болеть за наши команды. Мы желаем им огромных успехов, дальнейших побед и всего самого наилучшего.